Сашка, пик формы для тебя это что? Каким ты его себе представляешь, если ты себя выведешь, скажем, ну вот к маю ты, наверное, планируешь вообще себя доводить до испытания, правильно? Пик-пик. Ну не знаю, пик, как получится, но буду подводиться к маю. Хорошо планы, какие веса сбавляешься? Особо весов как бы и не будет, я думаю, так. Будет работа на оборудовании, на оборудовании, именно на оборудовании. Раньше я готовился на штанге и все. Ну выходил как бы первый-второй раз, только на турнирах пробовал вот это оборудование, а сейчас уже буду работать чисто на оборудовании. Ну хорошо, какое оборудование, какая специфика там? Как это будет выглядеть со стороны? Оборудование ось Аполлона, гантель у меня уже есть, бревно, вот. Пообещали изготовить камни Атласа, чемоданы. Ну буду вот чисто стронговские делать движения, как бы, тренироваться, потому что в стронге это только работа на оборудование, ну в большинстве. Самое нелюбимое вообще мое упражнение? Какое ты больше всего не любишь? Самое нелюбимое? Да, самое-самое нелюбимое. Да, я думаю, таких упражнений нету, если уже железом занимаешься, оно как бы ко всему привыкаешь и все становится любимым. Даже, которое упражнение меньше, ну, например, которым меньше вес поддается, наоборот, ты его начинаешь больше тренировать и веса начинают расти со временем, с годами. И оно еще, наоборот, больше нравится. Так что нелюбимых упражнений в этом деле нету. Соответственно, я рискну предположить, что нелюбимых нету, все любимые одинаковые. Ну да, все как бы одинаковые, как бы... Ну, на СКЛ ты заряжен, потому что в мае так только мира... Да, да, так я же говорю, что я... Вот это основные старты мои будут. Вот, ну еще, я надеюсь, если будет без травм, все хорошо. По ВПА выступлю на Украине, на чемпионате мира. Вот, хочется туда попасть. А вот на этапе Кубка Лира, на историю, с кем конкретно, так, примерно, ну, кто, вероятно, приедет, с кем придется податься? Приедут. Что за... что за охватчик? Ну, я еще точно список не знаю, как бы... Так, не положительно. Ну, ну... Ну, ну, кого тебя выберут. Не знаю, это надо еще спрашивать, кто там... Да, Серега разговаривает, но там будут сильнейшие, что это однозначно. Ты умеешь и тренироваться, и работать? Как там с работой? Сильно она мешает в общем-то игровочном процессе? Ну, как... Одно одному, конечно, мешает, но если ты не будешь работать, средств на тренировки не будет, потому что все это... Ну, этот спорт затратный, вот, как бы спортивное питание, экипировка, все, как бы даже та же самая еда надо, ну, витамины постоянно, чтобы себя поддерживать в форме. Да, как любому человеку, в принципе. Сегодня в становой ты запнулся, по-моему, на 310? Да, 310 я закончил. Ну, меня только... А вообще, ты чувствуешь, что ты все мог? Да, нет, так я тянул бы больше, я без ремня тянул, вот, и только что гриф тут не нравится мне, а так потянул бы больше, и только подготовка началась. Вот у меня третья неделя, как я ухожу в форму, я думаю, чем дальше будет, чем лучше, веса будут расти, конечно, и результаты, соответственно. Расскажи, что ты готовишь на это, что надо передушить. Уже я сказал. Да, я сказал. Вот вообще, вот в этой золотой троице, да какие насадки можешь выйти теоретически, ну, и так, и считаю, что это вполне достижимо, в обозримом, вот, буквально так, недалекой. К тому же, например, на ИСКЛ, условно говоря, становой... А, в троеборье, в смысле? Ну, в троеборье я буду подводиться, это, к ВПА, получается, на Украину, ну, это тоже после ИСКЛ, как, ну, я думаю, около, около, около тонны, да, собрать, в сумме, вот, это как.